Григорий Иванович – дворник Декалель в деревне Нестерова. Этой зимой работы у него очень много, трудится часами. Зима удалась, очень снежная, красивая зима. Ну, конечно, это большая нагрузка на наших сотрудников. Но мы стараемся, у нас территория очень большая, своими силами мы тоже чистим. Вот видите, у нас дворник каждый день убирает территорию. В Декалель работает 23 творческих объединения. Когда идут занятия, во дворе паркуется много машин. Приходится справляться с расчисткой территории. Благодаря усердию дворника места хватает всем. Ну, у нас большая территория, конечно. У нас территория еще кругом нашего Дома культуры. У нас там ФАП еще есть. Мы чистим ту территорию, переднюю территорию и заднюю. В особо снежные дни, когда подручными силами порядок навести не успевают, помогает администрация. И еще я хочу сказать спасибо нашим руководителям ТУ Юго-Западное Сергею Юрьевичу Болдину и Зайцева Елены Сергеевны. Конечно, без них мы никак. Потому что мы по первому звонку им звоним тоже, когда не справляется наш дворник со снегом. Мы звоним, и они сразу нам пригоняют трактор. И трактор чистит нашу территорию, конечно. Так что вот работа идет, детишек очень много. Григорий Иванович расчистил двор. Пора лезть на крышу. Чтобы в отепель не образовались сосульки и обвалы снега. Вход в Декалель должен быть безопасным. 260 человек записаны в клубных формированиях культурного учреждения. Хорошо очищенная территория – это знак внимания к ним. Здесь рады всем и хотят, чтобы и внутри, и снаружи ДК жителям было комфортно. Наша деревня, не только наша деревня, но наши мероприятия очень любят посещать наши жители с Москвы. Они каждый концерт к нам приходят, на каждый праздник. Им очень это нравится. Знаете, очень приятно, когда они выходят с концерта и говорят слова благодарности. Что они рады нашим концертам. И у нас уровень в нашей деревне ничем не хуже, чем в городе, Москве. А это наша большая, получается, заслуга. Когда жители приходят и говорят слова благодарности. Это наша работа. Мы служим культуре. Алена Иванова, Андрей Пластынов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».